Игорь Шмей раба Сегодня есть люди, которые считают, что акции уничтожения евреев в Ростове не было? Это было вполне серьезно, есть люди. Это проявилось особенно в 2011 году, когда готовились отмечать 70-летие годовщины, и тогда же был процесс по поводу снятой доски. И тогда были люди, которые подходили и говорили, причем люди взрослые, они говорили, что нет, на самом деле ведь всех евреев отвели за Ростов, посадили в вагоны и увезли в теплые края. Ни один из них не погиб. Это вот сейчас, в наше время, есть люди, которые это утверждают. И таких людей, видимо, немало. Сборный фунт евреев, жертв Холокоста. Почему сегодня это невозможно? Ну, сейчас появляются ограничения. Это очень заметно, по самым разным направлениям. И вот теперь, вроде бы, элементарная вещь восстановить, установить на тех местах, вот так же, как здесь, на других местах памятные доски с таким же точно текстом, а это требует уже каких-то дополнительных решений. Тех решений, казалось бы, это было принято решение, увековечить места сборных пунктов евреев. Сразу это сделали только в одном месте, но еще остается пять. И вот сейчас появляется масса таких дополнительных условий, которые нужно соблюсти. На старой таблице, на старой мемориальной доске написано, это самый крупный в России мемориал с большой гуглой, Холокоста. Значит, на памятнике жертвам фашизма, который установлен сейчас в Змеевской балке, который был воздвигнут на народные средства, архитекторами в память всех расстрелянных людей навесили таблицу или доску, ну пусть уж не обижаются, где написали, что это мемориал Холокоста. Почему я подолыск, можно сказать, две причины были. Во-первых, потому что я еврей. И для меня это психотравма, Холокост и для поколения моих родителей, и для поколения моих детей, я надеюсь, и если будут, то и внуков. Поэтому, когда говорят, что Холокоста не было, а именно так я это протрактовал, то я решил каким-то образом отреагировать на это. Володя, я сделал копию предыдущего, посмотрите. Это самый крупный в России мемориал Холокоста. Да. Вам важно именно, что упоминается слово Холокост? Да, мне очень важно, что упоминается слово Холокост. Потому что Холокост – это историческое явление, о котором в России не принято упоминать, о котором в России большинство не знают. Вот, считаю, что это клей для обоев, как писали в интернете. И за одного слова вы подаете в суд? Слово, да. Но за этим словом вы же понимаете, что стоит миллионы жизней. И вот почему-то, как кость в горле застряло слово Холокост у наших властей. И поэтому вот решили пойти на компромисс и сказать, да, здесь расстреляны мирные советские вражды, но среди них были и евреи. Сейчас фактически вот эта мемориальная доска говорит о присвоении памятника только евреям. Но ведь это неправильно. Погибли люди. И евреям в том числе, и погибшим всех остальных национальностей люди по окончанию войны построили данный памятник. Там, согласно данным справкам, есть и евреи, и неевреи. Какие еще документы нужно представить, кроме, например, того же названия, которое в России, где написано, евреям явиться в таком-то время, в таком-то месте, имея при себе ключи подписанные, имея при себе ценные вещи. Там что написано, представителем многонационального советского народа явиться? Осетинам явиться туда? Или белорусам? Или украинцам? Нет, евреям явиться. Это не мы, я вынужден сейчас сочетировать, не мы отделяем, выделяемся из других. Это нацисты сделали до нас. В результате вы получаете то, что здесь написано, крупнейшее на территории, а слова «холокост» здесь нет. Я понимаю. Дело в том, что это результат компромиссов. Потому что, когда нам отказали в иске, то все равно от этого не перестало место расстрела евреев быть местом расстрела евреев, и холокост не перестал быть холокостом.